Спасибо. Тема не из веселых, прежде чем она достигла состояния какой-то книжной ипостаси. Книга, первое издание «Светки из пепла» вышла позапрошлом году, а в этом году вышло второе издание этой книги. В общем, прошло 9 лет, и поэтому я хотел бы начать свою лекцию со слов благодарности, вообще благодаря многим, без помощи которых вообще было бы развитие, углубление в этот сюжет невозможными. Но особенно я хотел бы вспомнить сегодня покойного своего друга Николая Поболя, с которым мы вместе фактически обнаружили эти рукописи в архиве Военно-медицинского музея в Петербурге. Мы занимались немножко другим, занимались советскими военнопленными, искали там материалы, и я нашел в каталоге вот что-то очень непонятное. Залман Градовский, Зондеркоманда. Вот, и Коля был первым, кто посмотрел, кто заказал и посмотрел эти материалы, потом уже я продолжил с ними работу. Я не меньше, я также очень благодарен тем замечательным переводчицам с идиша, которые взяли на себя труд перевода таких тяжелых текстов, тяжелых во всех смыслах. Мы будем касаться сегодня всех разновидностей этой тяжести, в том числе и технической. Это Александра Полян, это Алина Полонская, и это Дина тогда Терлецкая, сейчас она вышла замуж и носит другую фамилию Хайм. Часть текстов не удалось переводить, перевести с каких-то оригиналов, сканов, рукописей или чего бы то ни было, потому что их состояние было таким ужасающим уже в тот момент, когда производилось их сканирование, что ничего разобрать было практически невозможно, поэтому два или три текста были переведены с переводов, мы же о русских переводах говорим, это все впервые по-русски звучало, с переводов на другие языки, в частности с немецкого, это я уже взял на себя, которые были осуществлены без свое время, из оригиналов, которые допускали к какой-то степени. Это будет сегодня отдельным сюжетом, проблема читаемости таких рукописей. И в этом же ряду я хочу упомянуть вот Александра Никитяева, человека, с которым как раз вот этой проблемой, проблемой прочитанности, вернее, непрочитанности, непрочитываемости рукописей. Судьба меня с ним свела, я об этом еще в самой лекции отдельно скажу, он единственный из всех, кого я обозначил, кто здесь сегодня в зале. Вот, я прошу вас любить и жаловать, в общем, человек, который очень много сделал для того, чтобы, может быть, появился шанс узнать и прочесть новые непрочитанные тексты зондеркомандовцев. Вот, ну и, наверное, я должен упомянуть институции, которыми я благодарен особенно, это архивы, прежде всего, военно-медицинский музей в Петербурге, это ведомственный музей, это особенно трудно работать у нас в России с ведомственными архивами, но, в общем, так сказать, это заслуга, прежде всего, Градовского и этой темы. В общем, мы встретили там, я и вот переводчица Градовского Александра Полян, моя племянница, значит, мы встретили там самое понимающее и поддерживающее участие в этом сложном процессе. Процесс перевода Градовского, один только перевод, занял три или четыре года. Не такой уж большой текст, но уж больно это все тяжело. Вот, это другие архивы, Государственный архив Российской Федерации, вот буквально вот в начале этого года я ознакомился с новыми материалами, которые мне были до этого неизвестны, из фондов Чрезвычайной Государственной Комиссии по расследованию злодеяний, там как-то так, да, нацистских преступников и так далее, так сказать, вот в соответствующей описи, которая относится к Освенциму, есть протоколы допросов тех людей, которых застало освобождение в лагере, и среди них было три члена зондеркоманда, сейчас я об этом еще скажу, кто это, и вот эти протоколы, в общем-то, я сейчас ввожу в научный оборот, в них есть очень ценная информация. Не менее ценная информация время от времени находится в архиве Освенцимском, Государственного музея Аушвиц-Биркинау в Освенциме, там тоже вот последние годы были найдены новые документы, которые проливают свет на восстание. Впервые, например, стало известно одно из имен, имен и фамилия, имена были известны и раньше, а вот имя и фамилия сразу Александр Шинкаренко, один из советских военнопленных, тоже членов этой зондеркоманда, который погиб во время этого восстания, но погиб позже других, его долго искали. И издательство, ростовское издательство «Феникс» и московское издательство «Аст», те издательства, которые выпустили эту книгу. Ну что ж, давайте начнем вот с чего. Я приготовил, естественно, некоторую презентацию к своему рассказу, но начнем давайте с тех кадров, которые сделал советский военный оператор, его фамилия, по-моему, Воронцов, в момент освобождения Аушвиццы. Я отобрал только те кадры, которые имеют то или иное, хотя бы небольшое, хотя бы косвенное отношение, и я попросил, чтобы не было звука. Давайте посмотрим четыре с небольшим минуты на те кадры, которые увидел потрясенный тем, что он увидел оператор военный советский. Это титры немецкие, поскольку я работал с немецкой версией. Вид сверху, бараки Беркинау еще почти все целы. Те бараки, которые были сожжены перед освобождением, это бараки, где что-то хранилось, а вот бывшие жилые бараки тогда еще были целы. А это, естественно, та колючая проволока, которая все отделения аушвицских лагерей обрамляла. Часто приходится видеть фотографии, сделанные из этого фильма, почти как бы в летней ситуации. 27 января освободили лагерь. Собственно, Беркинау освободили 28 января. Вот, был снег, было холодно и ветрено. В центре Кудрявцев руководитель той комиссии, которая занималась расследованием и всего того, что здесь происходило. А в марте, когда делались какие-то досъемки и почти постановочные кадры снимались, была уже весна и было довольно тепло. Это чертежи лагеря, крематориев. Вот глазок в газовую камеру, вот циклон-Б, банки с этим циклоном-Б, газом, инсектицидом, которым убивали людей массовым образом. Вот это всякие печати, если я не ошибаюсь, для номеров, наверное, в татуировании. Сейчас вы видите целый ряд кадров. Ну, это вот как раз в заснеженных бараках. При освобождении лагеря порядка 6 или 7 тысяч человек было освобождено. Тех, кого не успели немцы эвакуировать, забрать или на кого-нибудь. Вот видите, это горка очков. Сейчас вы видите горку вставных протезов и так дальше. Поразительно та тенденция, та как бы страсть, которой немцы пытались все-все утилизовать. Ну, все, что только можно и что только нельзя. Абажуры из человеческой кожи оказались выдумкой, оказались мифом, но как бы в тенденцию это можно себе представить, поскольку утилизация должна была подлежать максимально все. Даже мужские волосы, не только женские, но мужские волосы длиннее 20 сантиметров подлежали стрижке и утилизации. Это зубные щетки. В общем-то, это отсылалось в рейх во время той работы этого лагеря, которая была, если я не ошибаюсь, для бритья по Москве и все такое. А это талисы, мужские талисы, так сказать, вот евреи молятся, накинув эти талисы себе на плечи. Много, очень много. Вот эти мешки, в этих мешках волосы, женские волосы. Видите, концлагерь Аушвиц, столько-то, такой-то мешок, столько-то килограмм. Это, ну, вот Советская комиссия, и здесь же еще бургомистр, польский бургомистр Аушвиц, сейчас мы его увидим. 22 килограмма в мешке волос. Вот этот бургомистр польский. Ну, собственно, он уже бургомистр не Аушвиц, а Асвенцем. Это кадр, когда комиссия опрашивает бывших узников. И как раз на этих кадрах был запечатлен один из членов зондеркоманда, Генрик Таубер. Надо пояснить. Слово зондеркоманда, как официальное обозначение того, о чем мы говорим, не существует официально. Это переводится понятно, особая команда, особое подразделение. Это, скорее, слово из обихода СС и СД, так назывались, наряду с Айнзад, с командами, подразделения СД, которые выполняли вполне определенные функции в рамках решения. Не только к убийству евреев сводились их функции, у них были и другие функции. Они выявляли, например, фольксдойча, и фольксдойча была привилегированная группа. Именно зондеркоманда занималась выявлением архивов разного рода каких-то материалов, имеющих оперативное значение, собирала какую-то информацию. Это была такая определенная... Употребление этого обозначения зондеркоманда просто как особая команда, применительно к еврейским преимущественно, не на 100%, но на 98% еврейским узникам, Аушвиц и Беркинау, это просто некая условность, которую приняли все. И эсэсовцы их так называли, и они сами себя так называли, и узники лагеря их так называли. Поэтому мы перенимаем это обозначение и пользуемся им. Ну вот, это основная... Вот это мы находим... Слайд сделали на рампе, сюда приходили поезда. Американцы подлетали сюда, делали ревтосъемку. Бомбили лагерь Моновиц и всякие заводские постройки, но они ни разу, несмотря на все протесты и просьбы, и требования, ни разу не бомбили хотя бы подъездные пути Каушвиц и Беркинау. Если бы они это сделали, они спасли бы жизнь сотен тысяч людей. С того момента, когда американцы высадились в Италии, и уже их бомбардировщики долетали до Верхней Силезии, где между Катовицей и Краковым находился Аушвиц с Освенцем, к этому моменту, еще было совсем не поздно прицельными бомбардировками приостановить тот самый массовый поток венгерских евреев, который начался в мае 1944 года и продолжался до июля. Это был такой интенсивности поток, то есть иногда приезжало в день до пяти, иногда даже до семи эшелонов. Каждый эшелон – это порядка полутора-двух тысяч человек. Их подвергали селекции, селекция выявляла работоспособных, и работоспособных так или иначе использовали или в лагере, или же отправляли куда-то дальше. А всех, кто был неработоспособен, а это дети, это старики, это женщины, это беременные женщины, несколько всех, кто был неработоспособен, в тот же день, по возможности, если не было такой пробки, уничтожали в газовых камерах и сжигали в крематориях. Как раз в дни, когда был такой мощный поток, приходилось, пришлось возобновить опыт первых месяцев работы по массовому уничтожению евреев и снова создать такие огненные ямы, в которых крематория не справлялись, у них была своя пропускная способность, более того, они при перенапряге выходили из строя, и поэтому многие трупы сжигались в этих огненных ямах большого диаметра, там была своя технология, я не буду входить в большинство деталей, потому что сегодня речь все-таки не совсем об этом, о рукописях. Так вот, эти еврейские зондеркомандовцы, их число в самые максимальные дни, когда они были востребованы в максимальной степени, зашкаливало за несколько сотен человек. Вот, эти еврейские зондеркомандовцы имели следующую функцию и миссию, они не встречали, конечно, эшелоны на рампе, там встречали другие люди, в том числе узники, но это были не они. Они встречали уже людей, которых отобрали на смерть, которые были обречены погибнуть в газовых камерах и Аушвиц, а их было четыре в то время, когда шли массовые, скажем, самая первая, самая маленькая была закрыта в 43-м году, а были построены четыре могучих монстра таких, газовых камерах-крематориев монстров фирмы Тёпф из Эрфурта. Они еще разрабатывали в надежде, что все будет так, как задумал Гитлер, еще совершенно какие-то фантастические проекты круговых печей, то есть как бы творческая мысль, инженерная творческая мысль на месте не стояла. Но и того, что они предложили, приготовили, и СС это все принял и оплатил для Аушвица, их конкуренты, в частности, были, например, в Майданике, там другая фирма поставляла соответствующее оборудование. Значит, это была очень большая пропускная способность, но это пропускная способность порядка в общей сложности 6-7, иногда 9 тысяч человек в день. Очень много, но приезжало, если, так сказать, 7 эшелонов, то это, считайте, там 13-14. То есть эти люди ждали своей смерти, так сказать, вот у стен своего эшафота, если угодно, если можно так назвать это. Так вот, зондрокомандовцы их встречали, успокаивали, ничего не говорили, говорили, что их ждет, так сказать, вот душевые, что их сейчас, так сказать, вот отсортируют, они примут душ, они как бы пройдут дезинфекцию, ну а дальше соединятся со своими вот мужчинами, которые уже в другом месте проходят карантин или еще что-то и так дальше. Вот это вот липа входила в их обязанности. Они помогали в раздевалке раздеваться, потому что, так сказать, тут нужно было как можно быстрее заставить людей раздеться, так сказать, вот, как правило, они действовали успокаивающе. Это тоже евреи, так сказать, как бы, и эту роль, одно только их присутствие выполняло. Но когда все было кончено, то есть когда газовая камера наполнялась людьми, и когда спускался вот газ сверху или сбоку, в зависимости от типа крематория и от типа газовой камеры, их было два типа, Вавшвиц и Беркенау, и когда спустя несколько лет, несколько лет, несколько минут после страшных мучений, которые испытывали люди, которые испытывали удушья от цианидов, которые на них, значит, получается, при легком разогревании, нападали, так сказать, вот, когда проходило еще там какое-то определенное время, которое нужно было для того, чтобы, так сказать, поработали вентиляторы и выветрили хотя бы частично вот те концентрации газа, которые формировались в ходе этой реакции, тогда зондрокомандовцы входили в противогазах, входили вот в эти газовые камеры, освобождали их, перетаскивали трупы к муфелям печей. В этих двух типах крематориев это все было немножко по-разному, сказать, устроено, где-то на одном уровне, где-то нужно было еще какие-то подъемники использовать. В общем, обслуживали весь этот процесс, включая стрижку волос у женщин, включая изъятие золотых зубов, как бы, так сказать, выдергивание золотых зубов изо рта, изо ртов трупов, ну и многое такое вот похожее, так сказать, вот. Это все было на их, все это было их функциями. Их функциями было также, конечно же, сказать, поддержание крематориев и газовых камер в боевом, ну как бы, в рабочем состоянии, то есть они соответствующее топливо для этого следили за этим и подбрасывали. Это был кокс для крематориев, и это были дрова для этих огненных ям сосновые. Вот, и когда было необходимо, так сказать, их заставляли перетаскивать пепел, который образовывался, так сказать, вот в результате сгорания в крематориях, они их заставляли дробить кости, не все прогорало, целый ряд, ну довольно значительные, как бы, элементы, так сказать, оставались не сгоревшими, они тоже, так сказать, дробили соответствующими, так сказать, дробилками. Все это делали они, вот, абсолютно все, вплоть до, ну прямого, как бы, сказать, в отельных случаях, тогда, когда на смерть привозили или привозили не сотни человек, а там, скажем, десяток или пару десятков, или одиночно, да, какого-то нарушителя, то его расстреливали, его не... для него, как бы, сказать, не готовили газовую камеру. И немцы заставляли членов зондеркоманды держать, держать этих несчастных, так сказать, соответствующим образом их головы, для того, чтобы как можно меньше крови, так сказать, вот могло обрызгать сапоги немецкие и так дальше, так сказать. То есть, в общем-то, их привлекали абсолютно ко всему, и все это они должны были делать. И все это, конечно, создавало им страшные мучения, так сказать, внутренние, но случаев самоубийства среди них было немного. Они были, известно, несколько таких случаев, но их было немного. Каждый, когда решал для себя это, каждому хотелось броситься самому в печь, каждому хотелось перерезать себе вены, вот, но почти никто этого не делал, потому что желание остаться в живых, может быть, уцелеть, может быть, рассказать, пересиливало все остальное, пересиливало все остальное. Просто они выключали из себя, как бы в себе, вот, все то человеческое, без чего невозможно было бы, вернее, с чем было бы невозможно выполнять все то, что их заставляли немцы выполнять. Никто их ведь не спрашивал. Хочешь вот такую работу выполнять? Никто их не спрашивал. Их назначили, им сказали, что они пойдут на резиновую фабрику, их обманывали, так сказать, и когда уже их привели, например, я говорю сейчас о той зондеркоманде, которая вот была сформирована в конце 42-го года, и когда их привели на эту работу, так сказать, и показали, что их ждет, они ничего не могли поделать. Да, я как-то забыл о наших слайдах. Это вот Гиммлер и Гитлер, ключевые фигуры. Это Эйхман, тоже фигура, он два или три раза приезжал в Аушвиц на ранних стадиях. Гиммлер приезжал дважды и с удовольствием смотрел, как в муках умирают евреи. Это был фёс, комендант лагеря. А это вот эсэсовцы на отдыхе, у них были выходные. Это надзирательницы женского лагеря и другие эсэсовцы, в том числе и зондеркоманда. Вот видите их хор. Развлекается, отдыхается. Это золофюты, это такая как бы хижина для на реке Соло, которая протекала через лагерь, так сказать, или рядом с лагерем Деркинау. Вот они отдыхают в свободное время. Кто-то в это время работает, конечно, и работа их такова. Это вот Эрих Мусфельд, один из особенно жестоких эсэсовцевских начальников. Он был начальником одного из крематориев. Он сюда приехал из Майданика. Он здесь дважды. Он сначала был здесь, потом работал в Майданике. Вместе с советскими военнопленными, 19 советскими военнопленными, одним немецким КПУ-уголовником. Значит, он сюда переехал. Этих военнопленных, к удивлению, никто не убил. Они влились в состав еврейской зондеркоманды. Большинство из них наверняка были евреями, потому что эти команды советских военнопленных, по идее, должны были состоять или из комиссаров, или из евреев. Скорее всего, тот Шинкаренко, о котором мы узнали теперь, мы знали несколько имен, мы знали даже несколько званий. Полковник, майор участвовал в Сталинградской битве, но мы не знали их фамилии. Это первый раз, что немецкие документы нам дали фамилию кого бы то ни было из этих 19 человек. Скорее всего, это был бывший комиссар. Так вот, значит, это вот крематорий. Это 15-ти муфельной крематории номер 3, но, в общем-то, номер 2 был точно такой же. Они очень близко от рампы находились, куда привозили жертв прямо на поезде. Там проходила селекция, и тех, кого отобрали на смерть, им здесь было идти до этого места, где их убьют, совсем недалеко. Чуть восточнее, или правее, другие были крематории, меньше, восьмимуфельные, четвертый и пятый. Вот это вот четвертый, тот самый героический крематорий, на котором возникло восстание, а вот эти заслонки для вбрасывания газа, которые практиковались, такие достаточно массивные, вот сам этот газ и эти соответствующие заслонки, эти заслонки с тех импровизированных газовых камер, которые были сделаны, в которые были переоборудованы, просто польские крестьянские дома поблизости, до того, как были построены вот эти мощные, высокотехнологичные, хай-тековские газовые камеры и крематории при них. Эти фотографии, таких фотографий три, сделаны были членами зондеркоманда, тайком, естественно, вот как раз это вот эти самые огненные ямы, о которых я говорил, вот лето 44-го года, и найденный в одежде очередных жертв фотоаппарат был использован для того, чтобы сфотографировать, и эти фотографии потрясающе, так сказать, сохранились, их три в общей сложности, ну, как считать, четыре, вот, и это как раз вы видите сам этот процесс сжигания. Это селекция, которая, вот, приехал эшелон из Словакии, и немцы их сейчас сортируют. Кто-то из врачей обязательно в этом участвовал, не обязательно только доктор Менгеле, и другие тоже, ничуть не лучше и не хуже его, смысл того, что это делает доктор, а не просто какой-то эсэсовец, который тоже мог бы понять, работоспособный человек или неработоспособный, только в том, что Менгеле отбирал себе для медицинских экспериментов определенный человеческий материал, людей с какими-то определенными параметрами. Особенно его интересовали близнецы, поскольку он такие опыты делал, с сравнительной такой практически медицины. И вот поэтому, в общем-то, эта миссия отбора во время селекции, с одной стороны, тех, кто был работоспособен, с другой стороны, тех, кто был неработоспособен, а с третьей, тех, кто был нужен вот этим эсэсовским извергам, врачам для их жутких экспериментов, это было задачей эсэсовских врачей. Вот здесь написано «апель работоспособных», «апель» в смысле перекличка. Это женщины, обритые, которых отобрали на жизнь, которые, если погибнут потом, то только от того, что работа их убьет. что они потеряют силы, станут доходягами, и тогда уже внутренние селекции, внутрилагерные селекции приведут их туда же, куда их дети, матери, сёстры попали, не дожидаясь вот этого трудового истощения. То есть работоспособность была фактором, который держала на плаву часть, некоторое время держала на плаву. Эксплуатация была такой серьёзной, что по некоторым расчётам средняя выживаемость нормального, не обязательно супермена человека, считалось, что это по 3-4 месяца может выдержать человек до того, прежде чем дойти, стать доходякой. Мусульмане их называли в лагере. Вот это вот женское, это вот детишки, которые идут с рампы, перешли они через второй путь и идут, куда они идут? Вот к этим самым мощным крематориям 2 или 3. Там их ждут. Это то, что мы видели в фильме, кадр из этого фильма, то, что осталось от женщины. От женщин. Эти талисы тоже из этого фильма. Надо сказать, что ну, что и дневник Градовского был приготовлен для Нюрнбергского процесса, но не был на нём использован. Мы об этом не будем сейчас говорить. Это вот сам Градовский и его жена Соня Оппенгольд. Фотографию была чудом, в общем-то, как и всё, о чём мы сегодня говорим. Всё это чудом сохранилось. Она была чудом обнаружена, получена. Тем человеком, который выкупил одну из трёх дошедших до нас рукописей, это Хаймом Вольдерманом. Его семья, его сын ещё сейчас живёт в Иерусалиме. У него одна из трёх рукописей Вольдермана в доме. Ядвашем её не принял. Ядвашем не поверил, что это так. Ядвашем только тогда поверил, когда нашлась рукопись Градовского из Ленинграда, когда она была опубликована впервые по-польски в начале 60-х годов. А так он считал, что это всё фальсификат. И отношения семьи Вольдермана с Ядвашем не сложились. Эта фотография была получена им, потому что адрес был в этом тексте. Те из вас, кто текст читал, вы видели несколько раз, там встречаются его дядюшки Нью-Йоркского из Бродвее адреса. И этот дядюшка прислал эту фотографию Вольдермана. А Вольдерман был глава еврейской общины в самом Аушвице, в Освенциме. Вот. Вот так выглядела фляга, в которой нашли записную книжку Градовского, в котором нашли вот это вот письмо его, условно-метафорически называемый потомков, это вот такая широкогорловая немецкая супная фляга, в которую Градовский закопал свои рукописи. Таких было схронов ни один, ни два. По некоторым оценкам, их было между 30 и 40. Но вот только несколько было найдено после войны, и это первая находка, одна из двух первых находок. Если это было найдено в самом начале марта, кажется, 5 марта, то закопано это было 7 сентября. В общем, это письмо датирует. Вот столько времени она пролежала, эта рукопись, в земле, выбрала в себя достаточное количество влаги, такое количество, что только 60% рукописи была потом прочитана переводчиком с оригинала, в частности, вот Александра и Поляна. Вот. Это выглядело тогда так. Сейчас это выглядит в музее вот таким образом. Вот это вот собранная фляга и записная книжка такого размера, и вот оригинал этого письма потомкам. Потрясающего письма, в котором Городовский не жалеет гневных слов ни в адрес, не только в адрес немцев, но и в адрес союзников, которые не бомбили Аушвиц, не в адрес советских союзников-освободителей, он их как раз ждет, он их считает, что они как раз и сыграют решающую роль, так оно и получилось. 27-го января, 27-го, 28-го января Красная армия освободила Аушвиц, но не извините, но не в сентябре, не в октябре 44-го года, когда уже начали издалека погромахивать выстрелы дальнобойных орудий были слышны. Так вот, это так выглядит в Санкт-Петербурге рукопись оригинала тех текстов, которые в этой книге собраны и представлены. Это ее вид немножко сблизи. Вы видите, что вода поработала. Это оригинал этого письма потомкам. А это вот рукопись из Иерусалима. Дело в том, что то, что старший Вальнерман увез с собой из Аушвиц туда, где он был, он некоторое время еще жил в Германии, потом переехал Иерусалим. Перед самым его отъездом он сделал копию, переписал то, что было написано. Сохранилась только эта копия и четыре или пять таких листочков. А оригинал был похищен вместе с вещами. Просто чистое воровство, потому что воровали, конечно, не рукопись и не уничтожали рукопись, а просто воровали те вещи, которые были приготовлены для отъезда, накануне отъезда. Вот то, что сохранилось, что сохранилось. Это Левенталь. Это Залман Левенталь. Второй из летописцев. Мне, наверное, надо было сказать о том жанре, о тех, вернее, жанрах, в которых писал Градовский, прежде чем переходить к другим. Градовский оставил потрясающие тексты. Вот это публицистическое письмо потомкам, короткое, обличающее всех и вся, справедливо и делающее честь ему как бы географическому его кругозору, он все понимал прекрасно и делал совершенно, так сказать, осмысленные выводы, ясная совершенно голова. Два других его текста иные. Один текст посвящен тому, что он пережил в гетто, он был в Колбасинском гетто, это под Гродно, перед этим гетто в городке небольшом Лунно, где жила семья его жены и куда он сам переехал. Видимо, он там был в Юденрате. А тот текст, что находится в Санкт-Петербурге, это же нечто совершенно невообразимое. По жанру это иначе, как, я не знаю, как библейские пророческие тексты или попытки таких текстов не обозначишь. То есть, человек писал не просто летопись каких-то событий, а он пытался найти этому ужасу, непроходящему какое-то соответствие, какое-то понимание, ориентируясь на такие высокие образцы. Надо сказать, что это написано, некоторые воспринимают это как текст, написанный на грани безумие, что некоторые пассажи наводят на такие мысли. Ну, вы видите, чем приходилось заниматься людям. Так вот, все остальные зондеркомандовцы, чьи тексты сохранились, они, конечно же, в этом жанре себя не пробовали. Залман Левенталь, он как раз из тех, кто особенно обличителен был, он писал своего рода, в общем, он как раз был летописцем, так сказать, вот, и он очень много писал критически, скажем так, слов, очень нелицеприятных в адрес поляков, поляков вообще, поляков в лагере польского подполья, которое несколько раз договаривалось с еврейским подпольем о чем-то совместном и всякий раз обманывало, кидало под тем или иным благовидным предлогом, а у них были совершенно разные цели. Эти люди, естественно, их была ротация, естественно, их время от времени не так, как некоторые думают, что каждые там три месяца или полгода, это зависело от разных факторов. Вот, например, тот же Градовский, он в декабре 1942 года попал в зондеркоманду и погиб во время восстания 7 октября 1944 года, то есть довольно долго, 15-16 месяцев, так сказать, продолжалась его эта работа и, стало быть, жизнь. Это по-разному, конечно, сказать. А Левенталь вот это все писал, и именно в его тексты пострадали особенно от польской цензуры, потому что, может быть, одно из главных достоинств этой книги, и, в принципе, можно этим гордиться, потому что именно по-русски эта книга вышла наиболее адекватно, вот это собрание этих, эта антология этих рукописей, заключается в том, что эти переводы сделаны с оригиналов, а не с тех польских переводов, с которых потом переводились на немецкий язык, на английский, на французский, большинство других публикаций, которые существовало. Те польские переводы были, естественно, польской цензурой изуродованы. Речи не идет о том, что это, так сказать, это касается, может быть, не такого большого количества мест, но достаточно, так сказать, и эти тексты дефектны, тем более, что эти купюры как не обозначены. Вот это больше всего коснулось Залмана Левенталя, а также вот публицистического текста Градовского. Вот его рукопись. А нет, это находка его рукописи. В 60-е, если мне память не изменяет годы, было найдено, так сказать, одна за другой две рукописи Залмана Левенталя. У каждой рукописи, у каждого, вообще у каждого, у каждого звенышка всей этой истории есть свои какие-то потрясающие нюансы. У нас нет времени для того, чтобы в это уникать. Вот его почерк, вот его рукописи Залмана Левенталя. А это, мы не можем утверждать наверняка, но это Рытье окопов в Макове-Мазовецком. И вот человек в Ермолке второй справа, весьма возможно, что это Лейп Лангфус, потому что после того, как его тесть, который был раввином Маково-Мазовецкого, уехал в Варшаву, он стал первым как бы религиозным лицом в этом местечке. И, естественно, он был очень уважаемым человеком, очень уважаемым человеком, кстати, и в зондеркоманде. Ему очень многое позволялось, что не позволялось бы никому, и он отвечал за религиозную жизнь, которая у них была. Которая у них была. И, во всяком случае, вероятность того, что это он не стопроцентная, но вот это вот его рукописи, это стопроцентная вероятность. Его рукописи были потом идентифицированы среди рукописей, часть его, несколько страничек его текстов были идентифицированы среди рукописей из Алмана Левентали. В общем, он был одним из активнейших авторов такого рода текстов. И он тоже описывает то, что происходило с ним и с его, как бы сказать, семьей до Аушвица. Тоже свою депортацию описывает. Это рукопись Марселя Наджари. Марселя Наджари – греческий еврей. Рукопись написана на новогреческом языке. Это вот страничка, немножко реконструированная с помощью тех спектрографических методов, которыми пользовался вот как раз Александр Никитяев. Так она, так хорошо она не видна. Мы сейчас увидим, как она видна в оригинале. Этот текст совсем другой. Этот текст, вот из него человек клокочет местью. Он горит, он сообщает там кому что сказать, и чтобы вот, если он погибнет, то чтобы обязательно называть там стили. Вот это какой-то вопль о мести. Вот что этот текст. Сейчас мы посмотрим. Вот это вот текст Хайма Германа. Вы видите, это копия, посланная уже наоборот, Вавшвиц из определенной французской организации. До сих пор не найден ее оригинал. Он написал свой текст по-французски. Это поляк, таких было очень много, польский еврей, который переехал во Францию в 20-е годы. И он был депортирован, попал в Аушвиц из Дранси, из Франции, не из польских гетто, не из польских мест. Но он пишет сознательно по-французски, во-первых, в надежде, что это повышает шансы этой рукописи, во-первых, не затеряться, потому что те польские мародеры, крестьяне, которые находили эти рукописи, я еще раз повторяю, их были десятки, как правило, это все просто вот эти все непонятные буквы просто выбрасывали или сжигали в печке. А вот эта рукопись была найдена одним санитаром, и это было еще достаточно рано произошло, в марте 1945 года. Короче говоря, эта рукопись нашла это письмо, это его письмо жене и дочери. Это письмо, которое жена и дочь получили. И вот копию этого письма прислали в Аушвиц, в будущий музей, а оригинал так до сих пор не найден. Я думаю, это не безнадежно. Он не потому не найден, что его не нашли, а потому что не искали. Кстати, еще одна рукопись затерялась в Польше между музеем Ваушвиц и одним из центральных архивов Польской Республики. Безобразие, но это так. И переводы осуществлялись с фотокопией, очень хорошей фотокопией, которая была сделана при подготовке первого издания. Вот. Это вот здесь этот Хайм Герман пишет жене и пишет дочери, кому когда выходить замуж, и все прочее, дает им деловые советы, кого найти, где какие-то профсоюзные дела. В общем, это совершенно такой, но при этом между строками он пишет, что не осталось жить. И, скорее всего, в тот день, которым датировано это письмо, в этот день было убито 100 членов зондеркоманды и, скорее всего, он в том числе. Так что, это почти одноименное событие. Вот. Последнее, что я здесь приготовил в этом смысле, это не рукопись членов зондеркоманды, это публикация в таком малотиражном ротопринтном издании ИВА Еврейского исследовательского института текста, который не является текстом членов зондеркоманды. Но смотрите, чем он является. Это Авром Левите. Он не был в зондеркоманды, он был просто узник Беркинау. Со своими товарищами эти люди решили приготовить литературный альманах. И это предисловие. Авром Левите, видимо, был как бы инициатор этого проекта. Это предисловие этого литературного альманаха, опубликованное на том языке, на котором это было написано еще в 46-м году в этом самом издании еврейского исследовательского центра ИИВА. Сейчас это находится в Нью-Йорке, штаб-квартира эта организация. Когда-то это было в Вильнюсе, начиналось это все там. Так вот, это потрясающий текст. Как бы он не является рукописью в строгом смысле слова зондеркоманды, но он написан был буквально в нескольких стах метрах от того, от крематориев и газовых камер, и он замечательно, так сказать, как бы корреспондирует с тем, что здесь было написано. Я это все оставляю для того, чтобы вы могли прочесть в книге, что именно это за тексты, просто чтобы у вас было представление о том, как это бытовало. И что же, вот мы уткнулись в некоторую проблему. 60% это максимальная читаемость рукописи, то, что у Градовского в питерской рукописи. А ведь в остальных еще хуже, особенно сейчас, потому что со временем качество, состояние, так сказать, носителя и чернила, бумаги, все становится все хуже и хуже, прочесть это вот таким нормальным человеческим глазом не представляется возможным практически. То есть те попытки, например, которые можно было предпринять, я уже сказал, что они просто в некоторых случаях ни к чему не приводили. То есть есть рукопись, в частности, в самом худшем состоянии. Так называемая лодзинская рукопись, я ее вообще не рассматриваю, потому что это рукопись о лодзинском гетто, которая была найдена среди одежды, среди вещей, кого-то, не кого-то, мы знаем даже кого, теперь это уже точно известно, лодзинского гетто, так сказать, вот ее степень сохранности, так сказать, она даже физической сохранности бумаги, ну, я не знаю, не превышает 15%. Она была в свое время все-таки как-то прочитана, так сказать, вот, и вышла по-польски, и потом тоже с нее переводили, так сказать, но перевести ее сейчас с оригинала невозможно. И что же, как проблема это ощущалось мною всегда, да, что вот надо что-то сделать, надо что-то сделать для того, чтобы прочесть то, что не было прочитано. И уж как мне казалось человеку все-таки немножко наивному, что вот есть такие ведомства в любой стране, в том числе в нашей, которые умеют это делать, с которыми могут только обратиться, они тут же, так сказать, все бросят и займутся, так сказать, решением этой важной исторической задачи, прочтут, предоставят нашим переводчикам новые тексты, и они дополнят этот текст. Ничего подобного, так сказать, я вот уже как бы во всеуслышание начал об этом трубить уже сейчас, вот накануне этого юбилея в одной из радиопередач, которую, слава Богу, слышал вот как раз Александр Никитяев, но никто не слышал из этих ведомств, ни из Министерства обороны, под началом которого хранится в Питере в архиве музея вот этот потрясающий документ городовского, так сказать, рукописи, ни тем более Министерства внутренних дел, которым, как я полагал и как я полагаю, есть соответствующее оборудование, которое все это может сделать. Хорошо, надо, может быть, как-то четче сказать, что им слушать радио. Я в газете ведомости написал, я публиковал специальную статью, где все было сказано черным по белому, адресаты этого обращения, считайте, что это закамуфлированное открытое письмо в эти ведомства. Реакция нулевая. Я подождал я подождал еще неделю или еще две, написал просто пресс-службам этих ведомств отдельные письма, сославшись на эти публикации и на книги, которые есть, и запросив их, тоже до сих пор ответа нет, хотя, в общем-то, даже больше месяца прошло. Но зато возникла другая, как бы, альтернативная опция, это замечательные энтузиасты, которые еще не перевелись в нашей стране. И вот Александр Никитяев один из них, и он почувствовал, что здесь есть некоторый потенциал для каких-то осмысленных, опирающихся на разные физико-оптические процессы, действий, в которых содержится потенциал того, что можно что-то сделать. И действительно, с его помощью мы углубились вместе в ту проблематику, выяснили, что есть такие методы мультиспектральные, гиперспектральные, рентгеновские, которые позволяют прочесть эту трудоемкую, сложную работу, но которые позволяют при подборе соответствующих параметров в зоне инфракрасной, в зоне ультрафиолетовой, в зоне рентгеновской найти такие сочетания, которые делают видимым то, что мы не видим сейчас. То есть, в принципе, предстоит такая работа, потому что с теми сканами, которыми мы располагаем, вот посмотрите, например, вот, кстати, это, вы можете впустить вручную, вот то, что, это вот так выглядит рукопись на Джари, которую вы видели раньше, вот то, что происходит с ней в результате некоторой вот ее определенной обработки вот с помощью тех методов, о которых я сказал, и постепенно, вы видите, что читаемость этой рукописи повышается. Я сделал тестовые, ну, нашел переводчиков для тестовых переводов этого текста и тестовых переводов других, сканов других авторов, и, повсюду отмечается серьезное улучшение качества, но на тех тестовых страницах, которые были для этого использованы, не образовалось прироста текста, кроме разве что вот как раз текста на Джаре, где удалось прочесть несколько, ну, не несколько, а два имени, которые не были прочитаны даже вот теми, кто смотрел в оригинал и переводил это на польский когда-то. Вот видите, так выглядит соответствующее, так сказать, вот так это выглядит оригинал с правой стороны, вот в середине то, что можно получить для изучения переводчиком или другим специалистом, а там слева это немножко как бы обведенная, то есть часть работы по контрастированию изображения здесь сделана, для этого, конечно, тоже нужно знать язык, на котором это производит, некоторые как бы движения мышки или чего-то могли необязательно привести к точному обозначению контрастируемых новосексов, что видите, какая разница. И все это сейчас утыкается это вот как раз если не ошибаюсь, да, это вот с определенным фильтром результат обработки рукописи Градовского, а вот сравните Градовского, а нет, мы уже прошли мимо сравнения Градовского и Наджари, во всяком случае вот есть замечательная перспектива все это прочесть, но это почти ничего не дает нам сейчас с теми сканами, сделанными на чисто бытовом любительском секретарском уровне, которым мы располагаем, это касается и питерского скана, и питерских документов, и аушвидских, если сейчас сделать соответствующее новое сканирование на другом оборудовании, этот результат может быть потрясающим, вероятность того, что возникнет возможность прочесть непрочитанное или его часть будет очень большой, но дело за малым, за тем, чтобы кто-то это отсканировал, а это очень большая сложная бюрократическая задача. Я надеялся, что два силовых министра проведут одну несиловую операцию и решат эту задачу своими способами, это не удалось, и вот наш Александр как раз взял эту задачу на себя, и если удастся договориться о том, что такое сканирование, по крайней мере, для питерской рукописи будет осуществлено, тогда посмотрим это дело. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев это прояснится. А это вот документ из архива Ваушвиц. Это были найдены несколько документов. Как раз это отчет полиции Ваушвиц в день восстания Ваушвиц 7 октября 1944 года члены зондеркоманды подняли восстание. Они готовили его по одному сценарию. Жизнь вмешалась, им пришлось это осуществлять совершенно другому сценарию, как бы то ни было. Все участники этого восстания были разысканы и убиты. И вот эти два документа, один и еще другой, это как раз документы от 7 вечера 19.30, если не ошибаюсь, 7 вечера записано то, не хватает двух человек, человек, а в другом документе не хватает четырех, в том числе ненавистного всем членам зондеркоманды немецкого Капо, мы впервые узнаем его точную фамилию, Топфор, кстати, почти так же, как эта фирма, которая готовила печь, его они просто убили и бросили самого в пламя, Капо, который брутально осуществлял волю своих немецких хозяев, был таким их удлиненным кулаком. Мы узнаем впервые также трех других людей, которые жили дольше других, которых искали дольше других, один из них советский военнопленный Александр Шинкаренко. А другие Плишко и это брат одного из члена зондеркоманда, он работал не на зондеркоманда, он присоединился к этому восстанию, работая в так называемой Канаде на складах, где хранилось все то имущество, которое отнималось у евреев. Вот это вот документы, которые были найдены в Аушице. А вот эти документы, эти три фотографии, это было найдено сравнительно недавно как раз в нашем архиве, в московском, в Гарфе. Три члена зондеркоманда оказались среди тех узников, которые допрашивала комиссия советская во время вот этих допросов. Не думайте, что они там все это время были. Они попали, все трое, значит, вот в эти марши смерти, они бежали во время марши смерти, и они, их сила какая-то тянула обратно в этот лагерь для того, чтобы, так сказать, постараться, спасти то, что можно было спасти, выкопать эти схроны и так дальше. Все трое приехали сюда. Вот Шлома Драгон как раз был тот человек, который 5 марта точно указал, он сам закапывал, ему городовский доверял, он был дневальным, он все время дежурил, он был один из самых младших, он все время дежурил, вернее так, не все время, но очень часто он дежурил, когда все остальные работали, он точно знал, где закопана рукопись городовского и она была там найдена. Другой узник Генрик Мандельбаум, он умер, кстати, совсем недавно, буквально год или два тому назад, он очень долго жил, он снялся, наверное, в десятках документальных фильмов о Баушвице, в том числе в совершенно трогательном фильме о том, как он едет к своему как бы вот коллеге, бывшему коллеге по зону команды Шлома Венеция в Рим из Польши, он в Польше остался, вот, такой очевидец и свидетель. А это вот Генрих Таубер, он был как раз, мы его увидели на кадрах, когда он объяснял, отвечал на вопросы к комиссии, видимо, о том, чему свидетелем и чему даже, и чего участником он невольно был, Генрих Таубер. его идентифицировал, кстати, еще довольно-таки давно по этому фильму замечательный немецкий историк Киллиан, Андреас Киллиан. Не так много людей, на самом деле, в этой проблематике чувствуют себя как свои тарелки. И вот это вот сухие цветы, ну, на верхнем марше той лестницы, которая вела на восставшем крематории номер 4, вниз в газовую камеру, в раздевалку, а потом в газовую камеру. Это развалины, руины. Вот некоторое время тому назад это выглядело так. И на этом я как бы свою лекцию хотел бы закончить и был бы рад ответить на те вопросы, которые у вас возникли. в газовую